Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 11 стихи 42 по 46. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. ПЕСНЯ 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 Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. ПЕСНЯ 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 как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал, «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагивайтесь». В евангельском чтении сегодняшнего дня Господь обличает фарисеев, приводя примеры ложного понимания ими закона. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божьей, сие надлежало делать и того не оставлять». По закону Моисея, в книге «Чисел», «Второзаконие», иудеи обязаны были отдавать на жертвы и на содержание левитов десятую часть хлеба, вина, масла и всякого произведения семян, которое приходит с поля. Фарисеи, желая, чтобы народ почитал их за строгих хранителей истины, ревностно приносили десятую часть даже от таких трав, как мята и рута, о которых в законе не упоминали по их ничтозности. Господь и обличает их за то, что они, строго соблюдая букву закона, пренебрегают духовными и нравственными требованиями его, оставляя без внимания важнейшее – проявление любви и милосердия к ближним, верность Богу и Его закону. «Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях!» Так обличает Господь фарисеев, любивших красоваться во время председаний в синагогах и хвалиться народным признанием. Самые привилегированные места в синагогах находились на виду у всех и были обращены лицом к молящимся. «Быть на виду у всех – вот что имело значение для фарисеев. И чем торжественнее люди приветствовали фарисеев на улицах, тем большего самодовольства они исполнялись. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают того!» – говорит Господь. В книге чисел сказано «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней». Быть нечистым означало быть лишенным участия в богослужении. Но могло случиться и так, что человек мог прикоснуться ко гробу, не зная, что он это сделал, но и такое прикосновение тоже делало его нечистым. Епископ Михаил Лузин замечает, над скрытым в земле гробом, над которым нет ни памятника, ни насыпи, никакого внешнего знака, люди ходят и не знают, что тут гроб, полный костей и тления. Так и встречающиеся с фарисеями могут и не заметить, что внутри их кроется неблагообразного, ибо все закрыто в них лицемерием, как гроб с землей. Господь говорит, что фарисеи были подобны этим гробам. Внешне они казались праведниками, а на самом деле были лицемерами и беззаконниками. Но столь искусно скрывали это, что этого не было видно. И беседуясь с ними, люди легко могли поддаться их влиянию, очень пагубному для нравственной жизни. На обличение Господа некто из законников, то есть толкователей закона, принявший слова Иисуса, и на свой счет сказал ему, «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь, надеясь на оправдание, но вместо этого сам себя подвергая обличению. В своем непрестанном, бесконечно подробном объяснении закона эти толкователи духовно порабощали весь народ, не желая протянуть руку помощи тем, кто изнемогал под бременем тысячи их обрядовых предписаний». Как отмечает блаженный Феофилакт, они, то есть законники, налагали на людей бремена тяжелые и неудобоносимые, а сами не дотрагивались до этих бремен и перстом своим, то есть сами ничего не соблюдали из того, что заповедовали прочим. Ибо когда учитель сам делает то, чему учит, тогда он облегчает бремена, подавая в самом себе пример и ободряя учеников. Когда же он ничего не делает из того, чему учит, тогда бремена кажутся ученикам истинно тяжелыми, так, как даже и учитель не может выполнить их. Это побуждает нас задуматься о следующем. Путь христианской жизни – это путь внутреннего делания. Конечно, внешние предписания важны, и мы должны их соблюдать, но при этом должны помнить, что они даны ради того, чтобы мы внутренне менялись и преображались, ибо сущность христианства в духовном, внутреннем делании. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, может определить для себя ту меру, в какой мы способны исполнять внешние предписания, но ни в коем случае нельзя утрачивать тот внутренний ориентир, который указывает нам путь в Царствие Божие. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...